Непростая экономическая ситуация отрицательно сказывается на платежеспособности граждан. В прошлом году увеличилось число исполнительных производств. Возросла нагрузка на судебных приставов исполнителей. Несмотря на это, усилиями службы Почуваши в консолидированный бюджет перечислено около 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал журналистом руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Почуваши Анатолий Иванов. В 2015 году увеличилось количество исполнительных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом сумма взыскания почти не изменилась. Это, наверное, связано с тем, что в силу экономической ситуации управляющие компании не дожидаются до накопления больших долгов. В прошлом году стало больше неплательщиков по кредитам. Число исполнительных производств возросло на 40%. Успех работы приставов во многом зависит от таких нововведений, как электронное взаимодействие с банковскими структурами. Оно позволяет получать информацию о счетах прямо с рабочего компьютера без лишней бумажной влакиты. Однако бывают случаи списания социальных платежей, таких как, например, детское пособие. Данные платежи не подлежат списанию. Но, к сожалению, с учетом вот этих электронных списаний, наверное, не всегда банки проверяют природу происхождения денежных средств на счетах. Мы надеемся, что в течение 2016 года мы эту проблему решим. Количество просроченных штрафов в ГИБДД уменьшилось на 6%. Положительная динамика сохраняется и в настоящее время, благодаря совместной профилактической работе и изменению законодательства в отношении дисконта при выплате штрафов. С 2016 года приставы начали успешно применять приложение к телефону «Мобильный розыск» по поиску автомобилей-должников. Номеры автотранспортного средства и подсвечиваться на соответствующем меню и набрать клавишу «Найти». Соответственно, выходит сразу же информация. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика.